я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и сегодня наша тема постпроцессоры их виды и роль в современном производстве разберемся что такое постпроцессор какую роль он играет в подготовке производства непосредственно при изготовлении деталей а если вам необходима профессиональная помощь по разработке постпроцессоров то я вам порекомендую следующую компанию а порекомендовать сегодня хочу вам центр постпроцессирования который занимается разработкой постпроцессоров для станков щипа у срок изготовления 3 до 30 рабочих дней работают по россии и казахстану узбекистану отладка на тестовые детали с выездом прямо к вам на предприятие что немаловажно предоставляется гарантия два года с полной бесплатной поддержкой используются самые популярные камп-системы для разработки постпроцессоров для токарных фрезерных токарно-фрезерных электроэрозионных станков автоматов продольного точения поддерживают самые различные стойки щипа у на сегодняшний день это фанук синумерик хенден хайн а также и другие что приятно что для каждого пятого станка постпроцессор будет вам предоставлен бесплатно и специалисты имеют большой опыт работы на производстве поэтому обращайтесь ссылочка будет сразу же под этим видео а мы продолжаем и вот мы снова вернулись в наш учебной класс что такое постпроцессор давайте дадим ему определение потому что сейчас очень много различных постпроцессоров существует для различных станков и операций механической обработки а вообще постпроцессор это программный модуль предназначены для преобразования управляющей траектории сформированный камп-системой дальше не волнуйтесь мы рассмотрим что это такое в управляющую программу которая будет непосредственно передана на ваш станок щипа и так виды постпроцессоров какие же постпроцессоры основные существуют и всего лишь три вида внешний постпроцессор получает на вход промежуточный файл сил дата и работает только с ним файл сил дата выдается камп-системой через специальную команду экспорта управляющей траектории камп-система это компьютерная программа или часть другой программы предназначены для автоматизации создания управляющих программ для станков щипа у конечно немножко непонятно но вы можете почитать в интернете там уйма информации про различные камп-системы сил дата это файл с данными о положении инструмента с которым мы в принципе уже работаем в постпроцессоре и так второй вид это встроенный постпроцессор он встроен в ваш станок и он запускается из камп-системы работы с управляющей траектории во внутреннем формате камп-системы есть естественно и встроенные постпроцессор и индивидуальный постпроцессор пишется для определенного станка способ достаточно дорогой и не гибкий но иногда единственный потому что бывают какие-то уже стойки более-менее старые там постпроцессоров определенных нету и нужно уже писать индивидуальный постпроцессор с этим кстати вам поможет компания которую я вам сегодня порекомендовал основная функция постпроцессор и так вы получаете вот такой набор инструкций скам программы которые с помощью постпроцессора позволяют вам перед перевести его данные набор инструкций перевести в такой вот джи такие джи коды управляющую программу которую в принципе уже практически сразу можно переносить на станок но лучше конечно произвести ее отладку давайте посмотрим какова роли постпроцессора в подготовке производства то есть как он работает и для чего он собственно говоря нужен и на каком этапе первое это 3d моделировать естественно вы сначала разрабатываете спроектируйте какую-то деталь проверяется все соответствует все вас устраивает после чего эта деталь уже попадает в другой отдел скорее всего вашего производства и начинается разработка технологии собственно говоря ее изготовление сначала эта модель попадает в кампу систему где генерируется траектория по размерам которые спроектированы инженером конструктором вашего производства дальше готовый файл сгенерированной траектории попадает в постпроцессор собственно говоря вот где он в центре сердце производства находится где вот это вот генерированная траектория преобразуется в конкретную управляющую программу которая готова для загрузки на ваш станок в вашу стойку но перед этим есть специальный софт который позволяет сделать симуляцию то есть вы проверку траектории на виртуальной машине вы запускаете и проверяете действительно ли все работает симуляцию вы можете делать может быть можете не делать если у вас нет определенного софта для симуляции он достаточно дорогой но все же и после того когда все этапы пройдены начинается собственно говоря производства ваша отработанная программа попадает на станок вы снимаете стружку обмеряете деталь и в принципе все у вас готово либо вы возвращаетесь и вносите какие-то изменения на этом все друзья я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки всем добра пока пока